Я не знаю, что делать. Переезжайте, я что-то пропустила. Да, я вчера записывала stories, мы ездили, смотрели квартиру. Собственно говоря, я просто хочу квартиру больше, так как в этой, в моей квартире, она мне... Не-не-не, ну что, просто-то бутыл. Короче, квартиры не хватает места, некуда складывать вещи. Вот просто некуда, там очень маленькая гардеробная, одна, на нас двоих, ну как бы, там мои вещи запихать некуда, не говоря уже о Сережинахе, естественно, у него вещи, у меня вещи, и все это ложить некуда. А в Красногорске квартиры стоят достаточно дорого. То есть если у квартиры какой-то классный ремонт, то она, ну там, квадратура, типа квадратов 60-50, то они стоят 1070, ну прям симпатично. Это как бы много. Я сейчас не готова на такие большие затраты. Спасибо. Нет, не в один район. Нет. Как у нас своя квартира, если я говорю, что мы переезжаем? Ну что? Нет, в квартиру я не хочу переезжать, да, и раз стараемся, мы остаемся в Красногорске. Вечер на продаже, но пока в ближайшее время, скорее всего, нет, но потом будут. Я понимаю, что вы не успеваете. Поймите меня тоже, там сообщений просто миллион, и я даже каждому ответят, что я уже продала, не могу. Я бы всем с кайфом уделила время и внимание, но это мне придется жить в Инстаграме и вообще никуда не выезжать. Кто спрашивал, куда мы едем, я была на лазерной эпиляции. Кстати, реально, девочка, я душевым советую студию, потому что я до этого ходила в одну лазерную эпиляцию, тоже в другую просто студию. Я ходила, и вообще сначала вроде как был результат, но такое, я проходила, наверное, 6 процедур, и я сделала. И все до пятой точки. А в этом вот я сходила, это какой-то раз был второй. Я сходила, и очень крутой результат, прям очень, поэтому имейте в виду. Так, ладно, приветик, это позитивная, прикольная, стильная, водная, искренняя, вообще огонь, смотрю на тебя еще дома, два, счастья вам, ребят. Спасибо огромное, это очень приятно. Вам тоже счастья. Крестный, ты будешь у Иры? Ребят, ну, как бы мне не сообщали. Я думаю, что вопросы по поводу, кто будет крестный, надо адресовывать Ире, а не мне. Она же мне не отчитывается, не пишет. Так, сегодня я решила то-то, то-то, завтра то-то, то-то. Я не знаю. Когда будет марафон по макияжу? Марафон. Люблю это слово. Девочки, смотрите, я уже все расписала, мне осталось начать записывать. Я просто вот сейчас решаю вопрос с квартирой, там очень есть красивый бьюти-уголок. Он меня так и манит. Вот. И я начну уже в ближайшее время записывать, и думаю, через неделю-две он уже будет готов, и я начну курс. Я вам обязательно сообщу. Сейчас Танечка немножко придет в себя поработать. Если еще и Инстаграм начнет себя хорошо вести, и не будет мне палки в колеса вставлять, то в ближайшее время. Сколько времени уходит на такой макияж? На вот такой минут 30. Я просто всегда делаю макияж. Я могу сделать макияж за 5 минут, и как бы никто не отличит, где за 5 минут, а где за 30. Но я всегда это делаю там типа додетально. Не знаю почему, но мне кажется, что так лучше. Хотя окружающие это не видят. Губки вообще огонь у тебя. Спасибо большое. Мне они не нравятся, я хочу сделать их меньше. Поищите еще другие варианты, как раз нагрузки. Да нет у меня времени искать. Если я буду сейчас сидеть, мониторить круглыми сутками. Там на самом деле очень классная квартира. Там 85 квадратов в квартире. Цена большая. А трехкомнатная. Там есть гардеробная, там есть балкон, там есть куча шкафов. И стоит она, на минуточку скажу вам, 55 тысяч. Представляете? 85 квадратов за 55 тысяч. Очень красивый у меня монт. Это удача. Это успех. Это очень мало. Мы ничего не сказали пока, да? Нет. Сейчас дальше заберут. Почему у тебя такая заторможенная речь? Потому что я тормоз. Губки меньше, будет лучше. Да, я тоже так считаю. Но верхняя мне нравится, а нижняя сильно великовато. Не хотели бы себе виниры, нет, хочу себе брекеты, и вот уже скоро-скоро их поставлю. Это завтра, не послезавтра, да? Послезавтра. У меня еще послезавтра маникюр. Ну, и цена у них, у кого? Почему все решили менять квартиру? Ну, кстати, у ребят такой же повод, у Ижи Сарай, что просто не хватает места. То есть квартира классная, но там, знаете, когда, я считаю, что когда, ну там, владельцы, да, которые сдают свои квартиры, они их, собственно говоря, и покупают для того, чтобы сдавать, мне кажется, как-то надо уже предусматривать гардеробную во всех квартирах, потому что это очень такая важная вещь. Не, ну, разные квартиры под разные потребности. Не, ну, так там квартиры такие, что, ну, типа, знаешь, у них квартира стоит недешево, и, соответственно, я считаю, что в таких квартирах на такую квадратуру, квадратуру, квадратуру у них, тем более, можно было сделать гардеробную. Даже вместо вот этих всяких балконов сделать какую-то прикольную гардеробную. Ну, не знаю. Ну, так. Так. Вы же все в одном районе жили? Жили. Делать же искать квартиры на каком сайте? Нет, мы с Аленой не общаемся. Ну, как бы, мы знакомы, да, но, типа, как-то прям общения у нас нет. Но, типа, мы не в конфликте, нет. Узнаем друг друга, да. Иногда пишем по каким-то вопросам. Короче, на мои вопросы не отвечаешь, но ты вообще красавица. Счастья вам, Сережа, и вы пример идеальных отношений. Спасибо большое. Я думала, после слова, короче, на мои сообщения не отвечаешь. У меня сейчас дальше гадость, да, гадость какая-то польется. Я очень удивлена вашим сообщениям. Спасибо большое. Очень приятно. Уверена, что вы встретите свою любовь. Возможно, встретим. Нет, если мы пример идеальных отношений вряд ли встретили, потому что мы пример. Нет, это не человекство. Ну, просто, когда любовь сильная, взаимная, то отношения другими быть не могут. Не согласны? Ну, не согласен. Все. Да, кто-то может для нас тоже быть примером в общении в целом. То есть это хорошо и главное. Ну, ладно, согласна. Далеко от Милены переезжать. Да, Милена сказала, желаю вам, чтобы эту квартиру побыстрее сняли. Потом я скинула квартиру. Блин, посмотрела квартиру, она реально классная. Говорит, я хотела тебя отговорить. Сейчас Милена снимет. Сейчас Милена снимет. А она говорит, я сейчас напишу вашему риэлтору, говорит, сниму квартиру на один месяц, чтобы вам не досталось. Тань, ты такая красивая, клевая краска. Спасибо большое. У меня скоро будет курс, девочки. Там будет он на максимально простом языке. Максимально. Он будет максимально мало стоить. Очень мало. Я сейчас даже не утрирую. Там типа они считают, что 5 тысяч это мало. Нет, он действительно будет стоить очень мало. Далеко не 5 тысяч. И там будет очень много полезной информации. Как раз я собрала все самые вот эти часто задаваемые вопросы по поводу моего повседневного макияжа. И я прям сделала подробный разбор. Я вам скажу, что купить из косметики лучше побюджетнее, подороже, там по вашему желанию. Соградила прошлое в свой курс. Я сделала максимальную выжимку. Правильно? Что я сделала максимальную? Выжимку из прошлого курса. Выжимку? Ну да. Это же самое главное. Самое интересное. Объем и эффект ресниц. Лесей. Объем 4D от 4D до 1D. Тань, скажи, тяжело было стать блогером эмоциональной страхи. Это было неожиданно. Ну, как бы начиная с проекта ты просто там за счет телевидения на тебя подписываются люди, соответственно, ты становишься блогером. То есть ты не работаешь конкретно, да, над инстаграмом. Ты работаешь в другой сфере, ну, как актеры, плевцы. Но ты параллельно с этим становишься блогером. Во-первых, это неожиданно. Во-вторых, первое время сложно только потому, что тебя начинают хейтить очень сильно. А ты, как обычный человек, там, когда я пришла на проект, у меня было 6 тысяч подписчиков. Я была к этому не готова. И от этого было тяжело. Но потом этот этап прошел, и я поняла, что, к сожалению, в нашем мире куча нездоровых людей, которые пишут всякие страшные, ужасные вещи. И стала к этому относиться гораздо проще, что меня теперь это не задевает. Но в данный момент блог тяжело вести только потому, что сейчас инстаграм слишком жесток и требовательный. Нужно все время придумать что-то новое. А моя голова это не конвейер идей. Поэтому возникают некоторые трудности. Оригинальную, ты как родной человек. Оригинальную. Я оригинальную. Танечка, не попадаешь на мой вопрос никак. Скажи, какая фирма плойки у тебя для волос, волны. Плиз, пллиз, прочитай, прочитай. Я прочитала, но отвечу вам, что я на своей плойке снимала обзор. Зайдите в ленте, потому что я не помню их название. Правда. Зайдите, у меня видео в ленте есть с плойками. Они относительно недавно. Есть, которая совсем такая мелкая, а дальше есть тройная плойка. Там есть. Вы научите так красить грубые губы на курсе? Конечно. Это вообще, я так губы красу всегда. Какой бы макияж у меня не был, повседневный, яркий, смоки, нюдовый, у меня всегда одинаковые губы, потому что я не очень сильно воспринимаю себя с розовыми какими-то помадами. И вот самое мое любимое, это вот стиль вот этот амбре, коричневый карандаш и в серединку либо персиковая, либо нежно-розовая помада. Обо всем я это прям подробненько расскажу, уверена, у вас получится. Просто как вообще делают на курсах визажисты? Они объясняют своим псевдоумным языком. Я не хочу никого обидеть, но когда ты приходишь, нифига не разбираясь в косметике, и тебе начинают рассказывать, знаете, кучу такой, какой-то непонятной информации, кучу каких-то слов. Так, вот эта кисть для этого, для этого вот этот карандаш сюда, тут сюда, вот так подрастушевали, но нифига непонятно. Внутренний, внешний угол там, типа, за выворот, за шиворот. И ты такой сидишь и думаешь, что происходит? Куда что красить? А мне будет вот моим языком, вот человеческим. Сюда намазилкали, сюда намазилкали, получилась красота. почему ты игноришь? Ответь мне в директ. Я никого не игнорю, у меня там очень много сообщений, просто. Ты училась на визажиста? Нет, но я ради интереса ходила на курсы, то есть я уже снимала видосы на инстаграм, вот. Я красусь все скольки. Наверное, с девятого класса я пытаюсь все вырисовывать. Если посмотреть мой первый макияж, ну и ужас. Вот. Ну, как бы на тот момент я, конечно, все равно очень круто красилась по сравнению со своими девочками-ровестницами. Вот. Но, тем не менее. Как можно похудеть? Обожаю этот вопрос. Меньше кушать, урезать калории, прием калорий на один, ходить, хотя бы, если спортом лень заниматься, просто ходить вокруг до около. Идем кушать? Или мы идем в мегафон? Здесь что? Или тут кушать? Ну, я могу заказать просто с собой, я хотела взять эти... А, ты хотел десертик взять? Веса? А кушать мы дома будем? Ну, да. Там просто ничего нет. Там салянка есть, но там юшка осталась по факту. Секундочку, мои сладкие. Ну, давай так, можем подушить. День просто не очень. Что поделать? Да. Ну, давай. Покуп. Никакой есть вариант. Никакой. Куда мы сейчас поедем? Тут только где-то заказывать. Быстро надо. Не попустим. Можно этот... Можем... Что? Не может. Можем чайхану в Красногорской сети. Это пробки, да? Так. Таня, приготовь. Возьмите и приготовьте. Не хочу я. Да? Хочу. Так. Такая вежливая, милая. Спасибо большое. Воспитанная девочка. Что ты любишь покушать? Плов любишь? Вот не могу сказать, что я его не люблю, но, наверное, последний раз плов я ела года два назад, а то и три. Танечка, вы прекрасно ведете эфир. Так, спокойно, аккуратно, коротко, ясно. Счастье тебе всегда. Слышите такое. Огромное спасибо. Я думала, честно, адекватные, нормальные люди, которые несут какую-то пользу для людей, они никому не интересны. Обязательно нужно хорькать в камеру, материться как сапожник, творить какую-то непонятную дичь. Мы, кстати, приехали в Дуду Пису. Пожалуйста, проходите. Мне не нравится здесь. Мы сюда приехали. Здесь очень вкусный десерт. Очень прям вкусный. Знаете, как он называется? Обязательно попробуйте. Как называется этот десерт, который мы берем? Не знаю, не знаю. А есть? Тут есть меню такое у них, картонное. Сейчас я вам скажу, девочки, вы попробуете? Рулетики? Вот, вот. Сейчас переверну. С ананасами? А, нет. Это там, ананасы, ананасы, ананасы? Нет, ананасы, корицы. Ананасы и корицы? Да, вот рулетики, ананасы, корицы, здесь 16 штук. Попробуйте, возьмите, это офигеть, как вкусно. Просто, невероятно. А пищу, как она рада? Нет. Я хочу какое-нибудь там, немного мяса. Может, это? Есть. Давай возьмем две. Какой-нибудь еще, да? сейчас скажу. И острую, но не хочу. мексиканскую? Сейчас. Да, давай возьмем мексиканскую и какую-то хотели. И цеза. Маленькую цеза, да? Да. Тут еще какой-то пеперония есть. Кофе не хочу. Нет, они сделали, как-то мы заказывали, было очень вкусно, потом тоже ели. целисток на весь экран. Простите. Я не хотела. Метр семьдесят. Рост и вес вес у меня 57 килограмм. Мясная пицца офигенная, ну, запомнила. Поздно я прочитала. почему сюда не общаемся? Мы общаемся. Или плакать и могу матом посылать, как кахну. ну да, у каждого свой контент, и я его не приветствую. Машину вожу, права есть. Сколько вам лет? 23. Дома готовишь? Готовлю, но не часто. У вас нереально крутая фигура. спасибо огромное. Откуда ты такая красивая? Вообще я из Украины, но живу в России уже пять лет. Еще игноришь? Не игнорию. Таня, сама любишь готовить? Нет, но бывает настроение, что хочется что-то приготовить. Сюда готовят очень вкусно. Есть мама, папа, у него есть еще младший брат. Не настолько младший, как у меня, он уже взрослый, он старше меня. Сколько Андрею лет, Сереж? Сколько Андрею лет, Сереж? Не знаю, 90-90 . Я 97-го, на три старше меня, 26. Ваш парень тоже из Украины, как познаком везда. он тоже из Украины, я у него работала в клубе виртуальной реальности, я была администратором. Выглядишь намного старше. Понятно. Жизнь потрепала, значит. Я думала тебе 30-40, девочки. Да и богу, вы когда мне начинаете, я, конечно, не против, что я старше выгляжу, но когда вы придумываете, что у меня 30 лет, вы меня смешите. даже 30 лет на 30 лет не выпьет. Разница с мужем у вас сколько? 6 лет? Где работаешь? Планируете ли? Я работаю в Инстаграме. Вот иногда я по желанию требованиям девочек иногда провожу курс. Мне 23. Поговори на украинском. На данный момент абонентно может принят ваш дзвенок. дзвенок. с поведомлением. А будь ласка без миши. У меня 31 и я выгляжу на 25. Вот. 30 лет это хороший возраст. Я не говорю, что это плохой возраст. У меня мужу 30 лет. Чуть вопрос в том, я понимаю, что я выгляжу не на 23. Мне спокойно можно дать 25 лет. Но когда мне говорят 30, ну извините меня, слишком многовато. Я вообще представляю ну ладно, не будет ничего говорить. Мне было 19 лет. круто, хотя нифига не поняла. На украинском классно сказали. У тебя еврейские корни? Нет. Выглядишь старше, это правда. Я знаю. Приятного аппетита. Спасибо. Мне в 19 всегда давали 25. Ну как бы сейчас дети растут очень быстро. Но нет, 30 не дашь. Вот 25 26 да. Ну я согласна. Пиво пьешь, да. реально выглядишь на 30. Понятно. Хорошо. Если вам спокойно, хоть на 40. Потому что скажи, сейчас тянет на губках какао? Нет. Сейчас у меня помада такого международового цвета и немного персикой. Очень красиво. Спасибо. У девища не милля. У соль без. Сань, ты такая красивая красиво. ты брала. Какой-то нам требует рекомендует. Вариаль Альянс Перфект. Зачем так губы нам качала? Это еще смазка. Маска увеличивает губы. губы. лучше какой-нибудь другого. Как раз и желтеть не будет. Изменишь. Пусть из-за маски такой цвет. губы. губы ваза. Это девочка с картинки. Почему все косметики? Потому что спрашивают о косметике. Как сделать губы без укола? Не знаю. Ну сейчас мне просто 23. Да, я знаю, что это 24. у меня еще нет 24. Тань, где ты выставляла прическу с валиком? Stories. Сережа будет делать себе новый аккаунт? Нет. У него табу теперь. Он обиделся. Это очень милая и замечательная. Спасибо. Убери маску вообще. Твоя бусила такая страшная женщина. Так не красиво говорит ребят. Я не особо хочу кого-то обсуждать из людей в целом. Не важно как это касается но так некрасиво будет. Жалко, что дом 2 доставляют идиотами тебя высокомерные пытались сделать мастер. полюбила тебя. Спасибо большое. Очень приятно. Почему эфиры не сохраняешь? Не знаю. что-то бред какой-то. мой сыночек посылает тебе воздушный поцелуй. Спасибо. Мы тоже. Не игнорю. Не игнорю. Со стэц. как бы на вечеринках бываем. Да. Иногда тоже по каким-то вопросам списываемся. Ты сама научилась как красавица. Да. Вы классная пара. Сережа. Спасибо. Это великолепный человек. Спасибо. Сережа поправился. Что мам? Что я не успеваю читать. Какой самый самый хороший томатик? Лориаль Альянс Перфект. Таня, что с твоим салоном? Я закрыла в момент карантина. Покажи помаду в оттенок. Возьмите обивьен сабо матовый. Посмотрите там найдете классный. Татьяна Мих Да. Танинка ты реально красивая. Спасибо. Когда будет урок видеоурок по макияжу? Скоро. Английский не знаю. К сожалению. Покажи ногти. Они уже отросли сильно очень. Драки ты будешь ставить? Оставайся всегда такой с доброй. Ну на протяжении всех своих 23 лет осталось. Поэтому не планирую меняться. Планирую быть собой такая какая есть. И максимально простой человек. Я максимально открытый человек. Ну то есть открытый не к тому что я выношу все подряд в инстаграм потому что есть люди которые не умеют воспринимать информацию но в целом при общении с людьми и контакте я всегда открыта всегда рада общению и всегда добрая. Это иногда даже плохо. Браки это буду ставить скоро. Зачем? А это кривые зубы. Ладно мои мужа бросила он тут сидит сам скучает скучаешь очень скучаешь грустно без меня тебе не она 7 а почему ты сел напротив меня не рядом чтобы видеть меня почему смотришь не на меня в телефон потому что грустно иди сюда иди ко мне иди сюда ой сладенький давай обонимал скучился пожелай девочкам хорошего дня они написали что ты поправился поправился да ой масочка слетела все всем хорошего хорошего дня идите тоже покушайте настроение поднимется мы уходим тоже есть когда наш заказ был 2 минутки ну короче пообщаемся с ним и решим будем переезжать на новую квартиру или